Всем привет! На днях вышло обновление VK для iOS и я бы хотел поделиться своим мнением, что это обновлять или остаться на текущей версии. Основные нововведения коснулись поиска, теперь он стал расширенный. Вы можете выбирать дополнительные параметры, если вам нужно найти какого-то определенного человека. Выбор по стране, по городу, пол, возраст и так далее. Следующая функция очень полезна для тех, кто ведет свою группу ВКонтакте или просто вам необходимо закрепить или открепить запись на вашей стене. Следующая функция не сильно важна для мобильного приложения, но все-таки ее добавили. Это возможность редактирования профиля непосредственно из приложения. Также добавлены наборы новых стикеров. Теперь вы можете покупать их точно так же, как в Viber или пользоваться бесплатными. Добавили новые возможности поиска, теперь вы можете искать друзей поблизости, либо вы можете найти друзей в Твиттере или в Фейсбуке. К сожалению, у меня нет друзей. Ладно. И, наконец-то, все дождались долгожданного обновления для iPad. Дизайн теперь такой же плоский и красивый, как он и должен был быть как минимум полгода назад. А теперь о самом грустном. Из приложения вы пилили вкладку аудиозаписи. Теперь вы не сможете просто так послушать вашу любимую музыку из vk.com. Но если вам прям сильно хочется послушать вашу музыку, вы можете зайти в левое меню в строке поиска ввести vk.com.audio и вам будут доступны ваши аудиозаписи. К сожалению, для того, чтобы слушать музыку через ВК, вам придется каждый раз повторять эту операцию. Но, кстати, уже ходят слухи, что в ВК может выпустить отдельное приложение именно для прослушивания музыки. Так что, наверное, не все так плохо. В итоге перед вами стоит выбор между полезными функциями и отсутствием аудиозаписей. Всем спасибо за просмотр. Это был канал Surgen. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok